Добрый вечер. И сегодня тема дня – это учащение заболеваемости ОРВИ в регионе. И сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог, педиатр детской областной клинической больницы Екатерина Александровна Овсянникова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ОРВИ – аббревиатура, которую часто произносят и медики, и родители. А вслед за ними и дети. Что скрывается за этими четырьмя буквами? Вообще, если так говорить просто, то остро-респираторная вирусная инфекция – это группа заболеваний, которая вызывается рядом респираторных вирусов в зависимости от поражения нашего дыхательного тракта. Так, и какие, соответственно, это заболевания? Потому что я понимаю, что они классифицируются по каким-то признакам и есть разновидности. Конечно. Островирусные инфекции вызываются рядом вирусов, и в зависимости от вируса, который он вызывает, клинически себя инфекция проявляет по-разному. У нас это, конечно же, вирусы гриппа, пары гриппа, аденовирусные инфекции, РС-инфекции и риновирусные инфекции. Все эти инфекции проявляют себя абсолютно по-разному, имеют ряд клинических особенностей, И в зависимости от разновидности клиника будет совершенно разная. Так, ну вот можете более подробно рассказать про каждую. Как они проявляются, от чего они зависят, что за инфекция их вызывает? Ну, сначала поговорим о вирусах гриппа, что наиболее актуально. Вирусы гриппа – это различные подвиды вирусов. Это одно из самых наиболее опасных и тяжелых вирусов, которые вызывают ОРВИ. Здесь начало, как правило, острое, резкий подъем температуры. Если мы говорим, естественно, о детском возрасте в данный момент. Это резкий подъем температуры, нарушение общего состояния, слабость, недомогание в первые сутки заболевания. И самая главная основная задача при вирусах гриппа – это нужно обратиться к врачу в первый же день. Особенно, если это касаемо детей первого года жизни, младший школьный возраст и школьный возраст. Потому что как можно раньше мы изолируем больного, тем менее произойдет заражение других детей. Сейчас наиболее актуально, по крайней мере, в данный временной промежуток – это вирусы гриппа и РС-инфекции парагриппа. Если мы говорим о парагриппе, который сейчас, наверное, на пике в данный промежуток времени, то это вирусы гриппа, иммуникационный период, то есть проявление от двух до четырех суток. Это температура, как правило, невысокая. Ребенка беспокоит общая слабость, недомогание, повышение температуры до 37-37,5 градусов, необильная ринарея, сухой кашель. Более подробно расскажите, пожалуйста, про парагрипп, который сейчас наиболее активен, наиболее опасен, я так понимаю, и для школьников, и для дошкольников, и для взрослых детей. Парагрипп имеет инкубационный период от трех-четырех суток и некоторое очень четкое волнообразное течение. В самом начале заболевания, как правило, это температура до невысоких цифр, общая слабость, недомогание. Затем же на вторые и третьи сутки у ребенка появляется сухой кашель, навязчивый, днем, ночью, боли за грудиной, также может присоединяться осиплость голоса, и уже здесь температурные цифры превышают 38-39 градусов. У детей двух-пятилетнего возраста вирус парагриппа очень часто вызывает приступ ложного крупа, что является неотложным состоянием в педиатрии и требует немедленной медицинской помощи. Также в раннем дошкольном возрасте и школьном вирусы парагриппа могут осложняться бронхитами и далее пневмониями. Вообще продолжительность неосложненной формы вирусной инфекции при парагриппе составляет около 10-12 дней при этом вирусе. Когда можно его купировать в зародыше? Как можно понять, что вот он начался и уже пора действовать? Ну, пора действовать. Нужно, в принципе, уже самое главное с первых часов, с первого дня начала заболевания. Потому что основные вирусные токсины, которые попадают в организм, они размножаются, естественно, в первые 24 часа. И уловить начало инфекции мы, как правило, можем только в первые сутки двое от начала заболевания. Так, что делать? Как бороться? Ну, что делать, как бороться? В первую очередь, конечно, это вызов врача, собственно, осмотр педиатра ребенка и назначение рекомендаций и выполнение строго по назначениям. Никаких сравнений с другими детьми, сравнений с соседями и прочее. Интернеты и различные виды литературы. Ну, наверняка есть какой-то стандартный список процедур, которые вот стоит использовать в первую очередь. Может быть, даже родители могут сами это сделать еще до приезда врача-педиатра. Ну, самое главное в лечении ОРВИ, если мы говорим в комплексе обо всем, то в первую очередь это изоляция больного. Изоляция больного, домашний охранительный режим, обильное питье. И у ребенка лечение всегда будет симптоматическое. То есть, что ребенка нас беспокоит, тем на то мы и воздействуем. Если у нас повышается температура, то это препарат, снижающий температуру. И, собственно, прибегание к лекарственным препаратам, которые подавляют активность вируса, вызванного данное заболевание. То есть, проще говоря, противовирусные препараты нужно начинать сразу же принимать, когда появились первые признаки? Все противовирусные препараты, они очень делятся в зависимости от своих также классификаций. Поэтому противовирусные препараты должны приниматься только по назначению доктора, а не по коммерческой рекламе, которая активно идет по телевидению. Потому что ряд лекарственных препаратов, которые активно там ротируются, они вообще не рекомендованы в использовании педиатрии и даже признаны бесполезными. То есть, взрослые могут их использовать, а вот детям не страдают? То есть, взрослые, не дети, они просто бесполезны. Если мы хотим просто что-то попить, то, конечно, мы можем это принимать. Но эффекта никакого клинического не будет вовсе. Так, а вот на тему обильного питья. Я вот помню, что еще когда был маленький, мама мне всегда делала с черной смородиной чай. Ну, конечно, черная смородина, она является первым в списке по количеству витамина С. Витамин С, он будет оказывать благоприятный положительный эффект. Конечно, все это можно делать. И морсы, клюквины на основе смородины, фруктов, просто обильное питье. Это всегда положительный эффект. Но вот если сейчас у нас парагрипп активный, дальше нас что ожидает? Ну, очень важно и довольно один из самых сложных видов, которые вызывает ОРВИ, это является аденовирусная инфекция. Особенно тяжело она протекает у детей первых трех лет жизни, поскольку она имеет ряд осложнений, которые требуют немедленного вмешательства, и они развиваются очень быстро. И, как правило, это может быть практически молниеносно в первые сутки. Эта температурная реакция здесь также может быть волнообразная, но затем у ребенка часто присоединяется отдышка, нарушение общего состояния, синюшность кожных покровов. То мы должны обязаны немедленно обратиться именно уже к неотложной помощи педиатрической, не дожидаться вызова врача. Аденовирусная инфекция, можете объяснить это простым русским языком? Что это? В чем это проявляется вообще? Ну, она также проявляется головная боль, слабость, недомогание. Однако при аденовирусной инфекции идут именно обильные, эксудативные, что может, скажем так, дифференцировать от других, обильные эксудативные выделения из носа, слезотечения, что себя так вот клинически проявляет. Вот. Также при аденовирусной инфекции активно идет проявление стороны ротоглотки. То есть это фаренгит, это энзелит, и ребенок жалуется на боль в горле, невозможностью принятия пищи, воды, и, собственно, нарушение вот именно качества жизни, что и проявляет эта инфекция. И тут уже нужно сразу вызывать врача, потому что другого варианта просто нет. Вообще, если мы говорим о педиатрии, о ребенке, то врача нужно вызывать сразу. Потому что потом, как правило, нам приходится уже бороться с тем, что привело к неадекватному, нерациональному, а самое главное, не вовремя оказанной помощи ребенку. А вот какие еще вирусные инфекции? Потому что, по сути, вот период, когда в школах возят карантины, начинается приблизительно с ноября месяца, и до марта может спокойно длиться. Какие опасности в течение этого периода могут поджидать детей, в частности? Ну, это, конечно, и другие вирусы. Это вирусы-риновирусы. Риновирусы – это одни из самых распространенных. Он, как правило, самый легкий. Это просто катар верхних дыхательных путей, насморок, небольшая температура. Но также все инфекции, вот что я говорила ранее, РЭС-инфекция, риновирусная инфекция – это все зависит от ребенка, от той вирусной нагрузки, которую получил ребенок, а то его состояние, которое оно было на данный момент, то есть это наличие какой-либо хронической патологии, сопутствующих заболеваний и возраста ребенка. И у РВИ есть целый ряд последствий. Да, последствия. Как раз-таки, в частности, это осложнение хронических заболеваний. Чем еще опасно? Потому что, по сути, переболел, прокашлялся, прочихался. Тут также важно мы разграничиваем, поскольку есть осложнения от ОРВИ, это могут быть они как специфические, не специфические. К специфическим осложнениям – это, как правило, первые проявления, это острые возникающие, это судороги фибрильные, которые могут возникаться на температуру, это наличие высыпаний на теле, геморраги, то есть ответ сосудистой реакции организма. Бактериальные осложнения любой вирусной инфекции – это бронхиты, пневмония, отиты, пилонефриты, различные осложнения, связанные с стороны нервно-мышечной системы, суставного синдрома. К не специфическим воспалениям это уже относится обострение хронической патологии, которая имела в виду в респираторном тракте. Это как бронхиальная астма, хронические рецидивирующие, обструктивные бронхиты у детей, также с стороны других органов системы. Это пилонефриты, аммиокардиты и те другие патологии, которые ранее присутствовали. Филактика УРВИ является основной задачей врача-педиатра на участковом принципе и вообще в целом. Основные, первые, на первом месте, конечно, стоит, это санитарно-просветительская работа как в домашних условиях, так и в детских дошкольных учреждениях и школьных. Это регулярное проветривание помещения, это влажная уборка, мытье рук. Очень важно еще индивидуальное составляющее каждого ответственного родителя, потому что если сейчас мы уже активно говорим об эпидемиях и о прочем, мы должны защитить себя, своего ребенка и других детей только лишь еще посредством собственных сил. Поэтому если ребенок заболел, если вы чувствуете какое-то его недомогание, просто нарушение самочувствия, именно в период вирусных инфекций, конечно, ребенка нужно изолировать, оставить дома, не вводить в детский сад, в школу и посмотреть на его состояние. Если что-то уже дальше развивается, то обязательно обратиться к помощи, к педиатрам. Ну и также на домашнем своем этапе это очень важно соблюдение, собственно, здорового образа жизни ребенка. То есть это лечение вовремя, оккупирование какой-либо хронической патологии, это активное занятие ребенка спортом, если он разрешен, это полноценное питание, это прогулки на свежем воздухе, адекватная диета, которая необходима в период осенне-весеннего сезона. Ну и, собственно, основная задача уже со стороны докторов, со стороны медицинского персонала – это вакцинация. Вакцинация от вирусов гриппа, от ОРВИ, она в нашей стране проводится сезонно, и ее не нужно абсолютно бояться. Если бы у нас не было вакцинации, то ряд инфекций мы бы так и не могли контролировать, у нас были бы цифры по заболеваемости и по смертности намного выше. Поэтому этого не нужно ничего бояться. Перед каждой вакцинацией ребенка осматривает врач, педиатр и дает согласие на прививку. Ну и, собственно, у нас есть материал на тему проведения вакцинации в Ульяновской области, и предлагаю его сейчас посмотреть. Повышаем иммунитет и снижаем риск заболевания гриппом. Прививочная кампания стартовала в Ульяновской области в начале сентября. Сейчас в коридорах медучреждений очереди. Каждый хочет застраховать себя от болезней. Есть в рядах пациентов новички, но большинство ульяновцев вакцинируются уже не первый год. Результат мне понравился, то, что я не болела. Замечательно. Вот я еще раз решила привиться. Я каждый год прививаюсь. Я работаю в детском саду. Это группа риска. Ограничения после подобной вакцинации минимальны. Не мыться два дня и в течение месяца не делать других прививок. Об этом пациентам рассказывает и медсестра, и врач, который дает разрешение на укол. Это обязательная процедура. Сначала плановый осмотр и только после заключения специалиста прививка. В осмотр перед прививкой входит исследование полости рта для выявления катеральных явлений, измерения температуры, артериального давления, частоты дыхательных движений, опрос на выявление хронических заболеваний, переносимости прививок, возможности проявления аллергических реакций на ранее проведенные прививки. Врачи настаивают. Вакцинироваться в первую очередь должны беременные второго и третьего триместров. Люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и дети. Для юных ульяновцев принцип вакцинации тот же. Сначала осмотр, затем прививка. В Ишиевскую детскую поликлинику с самого утра мамы с малышами спешат на вакцинацию. Юнна Куприянова, многодетная мама, прививки детям делает ежегодно. Делать надо, потому что дети часто болеют. Тем более, если ребенок хоть один ходит в школу, либо в садик, то есть приносит всякую заразу. А это хоть какая-то гарантия, что дети, даже если заболеют, уже будет попроще проходить. С шести до трех лет она делается двукратно. После трех лет – однократно. Один раз в год. Желательно, период – это осенний, осень, октябрь, когда вот еще эпидемия не началась. Поэтому мы организуем выезд в школу и детские сады, чтобы это было массовое такое мероприятие. Также, чтобы уберечься от гриппа, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену. Чаще мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку. Ну и вопрос, который, я думаю, волнует абсолютно всех, потому что каждый год у гриппа появляются новые штаммы. Он становится менее чувствителен к воздействию со стороны медикаментов. Вот чего ждать нам в 2018 году? В 2018 году какой-либо пандемии и прочего мы, конечно, не ожидаем. Но высокие цифры однозначно будут. Это хотя бы связано даже с тем, что сейчас сама по себе численность детского населения, которая была, к примеру, 5-10 лет назад, она значительно выше. Детские сады укомплектованы полностью. Школы, младший школьный возраст, классов по многу, классы большие. Это, естественно, скучность коллектива. И распространение инфекции идет куда более сильнее. В этом году я слышала, что будет гонконгский, Брисбен, это австралийский, и калифорнийский Мичиган. Ну, все эти вирусы, они, конечно, имеют место быть, но даже по самому его названию, мигрирование вирусов сейчас довольно сильное, поскольку мы сейчас уже территориально не так сильно привязаны друг к другу. Люди отдыхают, летают, и заражение может быть. Но если говорить именно о педиатрической части, то, конечно, этих вирусов мы, во всяком случае, надеемся, что случаев будет единичных, их не будет вовсе. Ну и по статистике на данный момент, много ли детей уже обратились к вам с такими вот проблемами? Заболеваемость растет, высокие есть цифры, но вирусы, если говорить о вирусах именно гриппа, которые дезинфицированы, пока это, конечно, в пределах нормы, в пределах допустимого. На УРВИ долю приходится среди всех инфекционных заболеваний в педиатрической практике. Конечно, это около 90%. Наверняка есть какие-то пожелания от профессионального врача, пульмонолога, педиатра, родителям. Как они должны следить за своим ребенком, чтобы не допустить заболевания и появления каких-то осложнений? Ну, основное пожелание – это, конечно же, строгое наблюдение за своим ребенком, за его режимом дня, за тем, что ребенок ест, куда ребенок ходит, с кем он общается. И активная работа мамы с врачом-педиатром – не бояться, доверять и строго следовать его рекомендациям. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что у нас в гостях была Екатерина Александровна Овсянникова, врач-пульмонолог-педиатр детской областной клинической больницы. Будьте здоровы и берегите себя. Будьте здоровы и берегите себя.